Всем привет! Недавно я занялся тем, что навёл некоторый порядок в плейлистах этого канала, и обнаружил, что часть видео, которые лежали в разделе с лорными роликами, были на самом деле чтением рассказов. Такой беспорядок, конечно, допускать нельзя. Поэтому я сделал отдельный плейлист с рассказами. И теперь по некоторым темам, по которым были только рассказы, буду делать нормальные лорные ролики. В этом видео я расскажу об организации Длань Змея, потому что в видео про них был только лишь прочитан рассказ. Так что сейчас будет полноценный разбор. Они живут не в нашем мире. Их дом — это маленькое карманное измерение, находящееся где-то между мирами. Оно выглядит как огромная библиотека. И как уже было сказано в видео про библиотеку странников, этот маленький мир служит укрытием всем, состоящим в Длани Змея. Однако библиотека не принадлежит им, а просто принимает их у себя, так как мировоззрение и деятельность Длани Змея не нарушают её правил. Но так было не всегда. Библиотека нередко изгоняет некоторых членов Длани, а иногда и всю организацию целиком. И тогда той приходится долго и мучительно искать путь снова попасть домой. Во многом жизненная группа связана с симбиозом с этим местом. Потому каждый, кто найдёт свой путь туда, может считаться частью Длани. Чтобы пополнить свои ряды, люди, состоящие в этой группе, помогают странникам и искателям со всего мира найти путь в библиотеку. А затем объясняют им свои идеи. Если такой приглашённый посетитель библиотеки их принимает, он уже может называть себя частью Длани Змея. Библиотека – это, конечно, отличное укрытие. Но для существования организации нужны различные ресурсы. И их Длань выменивает за разные аномальные услуги. Была замечена помощь спортсменам в том, чтобы побеждать во всех возможных соревнованиях. Была замечена также и перевозка разных предметов и существ между мирами. Последнее удаётся этой организации, наверное, лучше, чем кому-либо. Ведь Змей знает множество путей и проходов, и легко может открыть дверь в одном городе и закрыть её уже в другом. Да и не только в городе. Переходы, доступные посвящённым Длани Змея, позволяют им оказываться в иных мирах и совершенно невообразимых пространствах. Только некоторые сущности в мире SCP могут превзойти людей из Длани Змея в мастерстве знания путей и переходов между ними. Среди таких, например, упомянутый в SCP-1527, некий колокольный мастер, к которому в древние времена Длань обращалась, когда была не в состоянии достичь какого-либо места в мультивселенной. Благодаря этому свойству для Длани Змея нет закрытых дверей, что позволяет им, например, воровать артефакты у фонда SCP. Но делают они это не из корысти, как мкит, и не для того, чтобы использовать как оружие, как поступают повстанцы хаоса. Длань Змея освобождает аномальных гуманоидов и других наделённых разумом существ. Однако Длань не стремится к тому, чтобы просто освободить всевозможных монстров и устроить все концы света сразу. Она также, как и фонд, старается сдерживать особо опасные аномалии. Но в целом задача Длани Змея – это достичь взаимопонимания с аномальными сущностями настолько, насколько это возможно, в то время как фонд SCP просто держит свои объекты в заперти, отчего в Длани называют членов фонда тюремщиками. Структурная Длань Змея не похожа на другие организации, хотя бы тем, что она и не является организацией в полном смысле этого слова. В Длани Змея нет руководства, командования, а все обязательные требования к её членам сводятся к тому, чтобы не нарушать правила библиотеки. Люди, которые организуют и возглавляют операции в этой организации, действуют скорее как популярные личности или политики, направляя тех, кто решил стать их последователями. Наиболее популярный из таких лидеров – это человек, известный как Л.С., личность которого не раскрывается, и по поводу того, кем он является, ходит множество теорий. Кроме того, как Длань умеет легко создавать переходы в другие миры, некоторые группы Длани состоят из множества копий одного человека из разных миров. Впервые эта организация упоминается в SCP-268, то есть в той самой первой тысяче объектов, которую некоторые считают максимально каноничной. Объекте, представляющем собой кепку, делающую носителя незаметным для внимания других людей. На кепке имеется надпись «Сад Водчина Змея», и в конце описания объекта мы узнаем, что в один прекрасный день кепка пропала, а на ее месте осталась записка. «Спасибо, что присмотрели за моей шляпой, пока меня не было. Л.С.» Это первое появление Длани Змеи и загадочного ЛС в SCP, и оно вполне отражает всю суть этой организации, незаметные и таинственные. Но это событие было лишь разведкой. Настоящее нападение на фонд со стороны Длани Змея произошло, когда Длань выкрала у фонда SCP-407 песнь бытия. Вернее, Длань уничтожила единственный экземпляр, имевшийся у фонда. Сделала ли она копию себе, неизвестно. Кстати, когда я готовился к этому видео, я заметил, что народ строит теории по поводу того, кем является ЛС. Но мне кажется, это само по себе не очень лорно, потому что ЛС носит SCP-268 на голове. И в том же SCP говорится о том, что агент, который носил SCP-268 слишком долго, даже после того, как снял шляпу, остается невидимым для внимания людей. И о нем невозможно было ничего узнать по той же причине. А значит, аналогичными свойствами обладает и ЛС. Об этом человеке банально по лору нельзя ничего узнать. После всех этих событий фонд SCP начинает постоянно следить за всеми, кто может иметь отношение к этой организации. За тайными встречами на темных аллеях, за уличными телефонами, в которых раздаются странные звонки, за людьми, которые пропадают в одних городах и появляются в других, и в конце концов за скрытыми чатами и форумами. По какой-то причине люди, состоящие в Длани Змея, очень любят собираться в тайных чатах и форумах. Это вскоре дает свои плоды. На одной из конспиративных квартир Длани фонд при ее захвате находит артефакт в виде черепа, SCP-1083, а из записей, найденных вместе с ним, становится ясно, что Длань активно использует свои возможности перемещения между мирами. При захвате оперативника в Длани, фонду удается получить и множество других аномалий и редких книг. Зная это, Длань нередко снабжает своих людей множеством записок с бессмысленным текстом и другими наводками, ведущими в лучшем случае в никуда, а в худшем заводящим агентов фонда в различные ловушки. Но это не самая большая опасность для фонда. Как выясняется в SCP-1765, успех операции против Длани нередко опаснее провала, потому что аномальная сущность, захваченная фондом по сюжету этого SCP, оказалась крайне опасна и разрушительна. Она захватила целый исследовательский комплекс фонда и сама стала проводить эксперименты над всеми, кто там находился. В общем, захват артефактов у Длани, как показало это событие, идея не всегда самая лучшая. Также фонд обжегся на этом и в SCP-2950, когда пытался получить у Длани книгу про эту самую аномалию, а получив свое, фонд узнал об этой сущности то, что чем меньше людей они знают, тем лучше. Несмотря на то, что Длань не ставит своей целью сдерживать аномалии, находя с некоторыми из них общий язык, она оказывается более эффективной в содержании, чем фонд. В целом, Длань-змея не пытается и не желает никому вредить, но иногда, впрочем, деятельность этой организации приводит к этому самому, то есть к концу света. В объекте SCP-1985 показано, что в одном из миров Длань многократно усилила аномальные свойства SCP-765, которые умиротворяют людей милыми уточками, плавающими по пруду, в результате чего люди в этом мире умиротворились настолько, что перестали пить и есть, от чего вымерли. Поначалу фонд пытался активно воевать с Дланью, но результатом этого стал только разгром нескольких отколовшихся от Длани групп, таких как Чадо Солнца, которые в Длани считались изгоями. А сама же Длань осталась неуязвима для SCP, потому что библиотека странников не впускает в себя ни самих агентов фонда, ни людей, связанных с ним. Экспедиции, отправленные или связанные с SCP, чаще всего или вообще не натыкаются на библиотеку, блуждая в бесконечных ходах, проделанных между мирами, или, найдя ее, пропадают. В итоге фонд и Длань начали сосуществовать относительно мирно. Длань Змея время от времени даже передает на содержание фонда неразумные аномалии, в обмен на что фонд закрывает глаза на то, что эта организация иногда похищает те объекты, которые, по мнению Длани, заслуживают свободы. Но это не значит, что Длань и фонд союзны. Напротив, верхушка фонда крайне негативна, относится к обитателям библиотеки. Сам администратор, глава SCP, отказался от всех предложений, которые поступили со стороны ЛС. Но иногда различные сущности из Длани проникают в фонд, чтобы просто побеседовать с кем-то из докторов организации и сделать предложение уже им, что создает для фонда довольно неприятную ситуацию, когда неизвестно, кто в фонде может сотрудничать со Змеем. Вообще, говорить об отношениях с другими организациями тут сложно, потому что в Длани нет единого лидера или управления, в ней есть лишь течения, которые нередко принципиально не согласны друг с другом во многих вещах. Например, в отношении с другой организацией из мира SCP-ГОК, которая уничтожает аномалии. Некоторые члены Длани считают, что с ГОК можно договориться в том, что Длань не мешает ГОК, а ГОК не убивает, по крайней мере, человека подобных существ. В то время как большая часть Длани считает, что с ГОК необходимо непримиримо бороться. Так или иначе, большинство, если не все люди, считающие себя частью Длани Змея, согласны в одном, что жители планеты должны узнать об аномалиях всё, что можно, для того, чтобы уметь защититься от опасных и использовать безопасные во благо. Всем пока!